15 лет назад осознанно. Первый был этап, это 5 лет жил 25 километров от Москвы. Взял кусочек земли, посидел в стадарный цех. И там у нас была такая, ну, как бы артель краснодирекщиков. Ну, в общем, такое мероприятие. Интересное, успешное достаточно. Вот, следующий шаг, это был Ковчег. С 2001 года мы начали приниматься к Ковчегу. С 2002 года мы с Линой здесь живем. По-месте в своем. Ну, и, собственно, первые 8 лет был директор коммерческого партнерства Ковчег. Занимался вопросами. Нина, наверное, для скрома сможет. Ну, у нас Ковчег, участок, детям, дом, и все же есть. Ну, полтора года назад мы начали заниматься еще одним проектом. Ну, у нас как-то получается так, что каждые 12 лет еще 100 километров от Москвы. Это уже теперь 230 километров от Москвы. Это называется центр естественного пчеловодства и земледелия, Медвенка. Почему так далеко? Потому что и Москва тоже наступает. И потом там земля есть уже ближе, уже земли нет. То есть там договоренность с администрацией на полторы тысячи гектар. Ну, то есть аппетита на самом деле больше. Там-то двух с половиной тысяч гектар занятий проектом. Ну, собственно говоря, проект выстраивается вокруг деятельности, возрождения среднерусской порога пчеловодства, пасеки. И все, что к нему примыкает, это и ингостроительство, и земледелие. Ну, как бы, в общем, вот такой проект. Медвенка можно посмотреть сайт медвенка.ру. Вот. Сергей Шевряков, как главный организатор вот этого мероприятия, подошел ко мне и говорит, что давай возьми какую-нибудь тему для круга. Ну, я так что-то посидел, подумал и придумал такую тему. Потом уже даже немножко раскаялся в этом. Но уже засыпать было некуда. Да, называется она «Перспективы развития эко-поселения, поселения родовых поместьй». О чем хотелось поговорить? Ну, я бы просто постараюсь как можно короче высказать свою личную точку зрения на то, что нужно сделать для того, чтобы поселения развивались, чтобы движение все развивалось. Ну, моя личная точка зрения, основанная на личном опыте, на наблюдениях, общении, исследовании того, что происходит в мире и у нас, в России. Ну, то есть, такая личная точка зрения. То есть, какие вот, что нужно сделать для того, чтобы это движение, оно как бы развивалось дальше. И каждое отдельное поселение, и движение все в целом. Вот, как бы, такая тема. Она немножко такая стрёмная, потому что затрагивает, ну, какие-то болевые точки. Ну, нам всегда хочется, чтобы все было позитивно, особенно когда мы собираемся вместе, все так хорошо, радостно. Такая атмосфера действительно суворовская. Но, тем не менее, если мы не затрагиваем какие-то болевые темы, смотрите, что нет развития. То есть, развитие это как раз, когда мы выискиваем, ну, какие-то, ну, и плюсы, да, и выискиваем какие-то минусы, и их решаем. Ну, в этом тоже есть развитие. С другой стороны, бытует такая точка зрения, что, ну, у нас и так все хорошо, и, в общем-то, менять ничего не нужно. Вот, если у нас здесь в зале есть представители этой точки зрения, я прошу их поднять руки. Руку. Тогда я пойму, что, может, к ней не бежит. Ну, считай, что и так все хорошо, и ничего не будет. Ну, в общем, я постараюсь так уложиться в какой-то достаточно короткий момент. Уложиться в времени, осветив какие-то ключевые моменты, а потом, ну, может быть, обратно осветить какие-то короткие выступления, как реакция на мое выступление. Это было интересно всегда. Давайте так. Пункт первый. Я, знаете, я вот не люблю презентации с этим. Мне нравится больше доска и как-то живое такое общение. Не знаю, почему. Чего-то не нравится. Не очень. Ну, в общем, вот, пункт первый такой. Достаточно. Ну, не знаю, как это назвать. Я говорила, что просто. Да. Ну, вообще, нужно. Говори. Кажется, боишься. Боюсь, конечно. Говори. Первый пункт. Это перестать считать себя исключительно. Ну, там, тема, что родовые поместья, только родовые поместья спасут мир. Да, что если вы не читали книги «Эмигры», то с вами не о чем подальше разговаривать. Что вот, ну, мы строим родовые поместья и делаем все правильно, а все остальные делают неправильно. Кто же не догоняет, но со временем, может быть, поймут. Ну, вот, как бы так. На самом деле, в мире, и у нас, в России, и за рубежом, у нас есть много единомышленников. Тех, кто хотят, хочет, ну, действительно, искренне сделать этот мир лучше. Это разные, там, не знаю, пермокультурные, там, течения, какие-то, там, экофермеры, органическое, там, земледелие, и, так сказать, там, альтернативная педагогика, там, огромная, да, там, пласт. И вообще экологи всякого рода, и городские, и не городские, и переходные города. То есть много людей разных движений, которые, ну, думают о том же, мечтают о том же, но не строят родовые поместья. Они наши союзники, вот, нам с ними надо дружить, объединяться, переменять опыт, ну, друг у друга, как мне кажется, да? И, ну, как бы, вот это вот, да, первый момент, то есть понять, что вот мы все, там, большая семья, и нам нужно как-то вместе консолидироваться. Потому что, если мы этого не делаем, ну, мы, во-первых, лишаем себя опыта, который есть большой в этом мире, и, во-вторых, нажимаем себе, в некоторых случаях, что врагов, потому что, когда люди считают себя исключительными, окружающие пространства начинают работать про педагоги. Это первый момент. Второй момент, то, что надо делать в наших поселениях, это выстраивать реальную экономику. Экономика. Ну, на сегодняшний день, можно, наверное, сказать так, что процентов 90 тех людей, которые живут в родовых поместьях, в своих рекопоселениях, живут постоянно, они имеют доход из города. Либо это пассивный доход, там, сданный, ну, может, квартира, там, или еще что-то, либо ездят на работу в город, либо на город выходят на работу, 90%. Ну, условно говоря, не исследовал эту тему. Ну, и процентов 10 зарабатывают в поселении, ну, у себя на участке, но в основном зарабатывают тем, что делают что-то для этих 90%. Строят им дома, да, ну, в основном строительство, ну, еще там, что-то, либо, либо, либо. Но это, в общем-то, временное явление, потому что, когда все построятся, то, в общем, и это уже происходит, и вот этот, как в рынок, он начинает схлопываться. Поэтому то, о чем нам нужно всерьез задуматься, и что нужно делать, это выстраивать экономику, то есть, в поселениях начинать что-то такое производить, что будет приносить нам доход. И люди, которые эту тему исследовали, они считают, что это сельское хозяйство. Люди, которые живут в сельской местности, во все времена занимались сельским хозяйством. То есть, выразить, то есть, ну, производить продукты питания для города. Почему? Во-первых, потому что есть в этом большая потребность. То есть, настоящие, там, продукты, там, экологически чистые, органические, они пользуются большим спросом. Есть большой запрос, неудовлетворенный у любого, там, города, который находится поблизости. Вот. И, во-вторых, потому что, ну, а что там? Ну, вот это, мне кажется, что это не мне, а вообще исследования говорят, что это, ну, стержень. Что здесь может быть? Это может быть, там, фруктовые сады. Если мы треть нашего гектара посадим деревьев, фруктовые, это будет, там, около ста деревьев. Займут они где-то тридцать соток. И вот, ну, дохода с этих ста деревьев, в общем-то, достаточно для того, чтобы, ну, скромно, ну, нормально, жива, там, одна семьяная участка. Вот. Это может быть теплица. Большая теплица, демисезонная, весенняя, осенняя. Расчет такой, что от пяти до десяти соток, то есть от пятисот до тысячи квадратных метров, крытой, хорошей теплицы, достаточно для того, чтобы в сезон, выращивая огурцы, помидоры, перцы, и тоже вывозя это на рынок экологически чистой продукции, тоже одна семья, в качестве снято с нашим доходом. Вот. Это может, могут быть какие-то кустарники, совершенно такая, ну, тема, которая пока не развивается, смородина, грыжовник, там, облепиха. Это то, что очень, вот, в нашем климате великолепно растет, сто процентов дает урожай. И оно, ну, как бы, не раскручено, потому что все едят, там, бананы, апельсины, вот. А на самом деле, вот, там, наши черные смородины, это непревзойденный, там, кустарник, по, вообще, витаминам, микроэлементам, все. Ну, просто все эти корпорации международные, и выгодно ввести, там, бананы, да, из-за откуда-то. И не выгодно, чтобы люди отсюда, потому что это понятно. Поэтому, можно, конечно, можно просто, там, даже, я не знаю, морковку, свеклу выращивать, закладывать в погреб, зимой продавать. Тоже, там, по достаточно высоким ценам. В Москве, в Питере, в огромное количество людей, заинтересованных качественных продуктов, их найти трудно. Ну, проверено. Есть много магазинов, интернет-магазинов экологически чистой продукции, но в реальности не факт, что там все, действительно, закладывается. Экономика. Что могут дать, вот, сегодня люди, живущие в сельской местности, то есть мы? Это продукцию сельского хозяйства, это рекреацию для горожан. Гостевые домики, приехать отдохнуть, побыть на природе, там, поработать физически. Ну, то есть, вот это, вот, это две основные темы. Все остальное сюда добавляется, и ремесла, и, там, пчеловодство, и, так сказать, там, лесопользование. Они, вот, все это, как бы, добавку, основу, вот, стержень, как бы, ну, это не мои исследования, это исследования, ну, людей, которые, так, всерьез занимались. Вот, перспектива. То есть, выстраивать реальную экономику, начинать, вот, использовать свои гектары полную, и жить, вот, вот, как бы здесь. Третья экономика, что бы я поставил, это быть понятными окружающим людям. Властям всех уровней, и просто нашим соседям. Сегодня, ну, эко-поселения, или поселения родовых поместьй, они, ну, как бы, не очень понятны. Властям, просто, вот, много лет с ними общался, и они все равно не очень понимают, что мы тут делаем. Все равно они считают нас дачниками. Вот. И вот здесь, как раз, эти вот пункты очень хорошо связаны. Если мы начинаем действительно выстраивать реальную экономику, что-то производить, что-то выдавать в окружающее пространство, то мы становимся понятными. И администрациям всех уровней, и окружающим людям, нашим соседям. И они начинают нам помогать. Потому что, если взять, допустим, районную, там, местную, областную администрацию, то они заинтересованы в том, чтобы у них на территории что-то происходило. То есть, они знают, да, что здесь, там, в Каужской области население летом вырастает в четыре раза за счет дачников. Вот. Но у них ничего не производят, им галочки трудно ставить в своих отчетах. Как только здесь начинает что-то происходить, им становится интересно, им денег не нужно, им нужно, чтобы была какая-то деятельность. Сейчас деятельность. И они готовы помогать. Поэтому, вот, если мы развиваем реальную экономику, то мы становимся понятными администрацией. Мы начинаем делать что-то такое полезное, интересное для окружающего пространства. Можно заниматься садоводством, восстанавливая сорта народной селекции, например. Можно, там, делать здесь коллекции сортов растений, там, устойчивых, там, для Каужской области и так далее. Ну, то есть, вот, и тогда все, мы уже восстанавливаем среднерусскую породу пчел, само собой. Я об этом даже не говорю. То есть, быть понятным. Четвертое, да, что я бы поставил, это выстраивать социум. Коллектив, коллектив, социум, община. Ну, то есть, люди, живущие вот на одном пространстве, эко-поселение или поселение родовых поместьй. Вот для того, чтобы поселения жили, там, развивались, расцветали, нужно учиться выстраивать отношения. Этот пункт самый трудный из всех. Пожалуйста, поднимите руки, у кого в поселениях нет конфликтов. Поделитесь опытом. Я тоже знаю такие поселения. Я тоже знаю, кто не живет там, нет конфликтов. Ну, вы знаете, да, ну, скажем, вот эта тема, она самая ключевая. То есть, как, потому что, когда люди вот уезжают на землю, начинают жить, ну, опыт, да, такой. Есть, наверное, где-то какой-то позитивный опыт. Ну, вот в целом, да, в основном происходит то, что люди начинают конфликтовать, разбиваться какие-то группировки, группировки конфликтуют какие-то, люди между собой ссорятся, там, расходятся по участкам и не общаются. Там много лет после этого и непонятно, как. И вроде бы все бы ничего, но на это уходит очень много энергии, очень много сил, вот, очень много ресурсов. И вот эти вот, ну, внутренние какие-то противоречия внутри поселения, они не дают, ну, как бы, развиваться там проектом, каким-то интересным направлением, каким-то, ну, интересной деятельностью развиваться. То есть, энергия вся вот уходит, ну, там, блин. И что с этим делать? Я, честно говоря, не знаю. Мы так надеемся. Нет, какие-то общие с вами. Ну, вот, ну, нет, да, это не то общие слова можно сказать. Ну, что это общие слова такие, что для того, чтобы вот люди, которые собрались на одной территории, вернее, я не совсем правильно выражаюсь, я говорю, что не получается жить без конфликтов, то есть, нереально научиться жить без конфликтов. Конфликты все равно будут. Нужно создавать такое пространство, где эти конфликты будут улаживаться. Вот, наверное, так будет правило. Конфликты неизбежны, это нормально, естественно. Вот, все мы, так сказать, цего, и все мы, там, ну, такие. Но должны быть очень четкие реальные механизмы по улаживанию этих конфликтов. Разрешаться. Постоянно, постоянная работа по улаживанию конфликтов. И вот, ну, я думаю, что Тоня могла бы на эту тему много чего рассказать. И вообще, такие более люди, которые... В общем, в старое время во всех народах мира, во всех устойчивых культурах были вот эти вот механизмы улаживания конфликтов. То есть, вот люди жили в одной деревне, а в России были сотни тысяч деревень. Люди жили, там, нормально, вместе что-то делали, помогали друг другу. Ну, во-первых, потому что они с детства родители рождались и росли вот в одной понятийной среде, да, то есть, в одной культуре, в одной традиции. Во-вторых, потому что в этих традициях были заложены механизмы улаживания взаимоотношений. Вот во всех культурах мира устойчивых, там, в Индии, в России, там, где угодно, вот были механизмы улаживания конфликтов. Конфликт возник, чуть-чуть начинает развиваться, и его нужно уладить. Потому что, если его не уладить, то он развивается, наворачивается, 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 А дальше людям уже нужно вместе собраться на праздник, людям нужно вместе какое-то дело сделать всей деревней, они получают то, что всё уже, они могут видеть друг друга. Поэтому во всех устойчивых культурах были механизмы уваживания конфликта. Ну, пример. А? Например, чем? Например, коврик. Например? Ну, веда, к примеру. Так, давайте, ну, подождите, давайте мы… Я закончил своё всё это выступление и мы как-то немножко раз. Потом мы будем приводить примеры. Да, отреагируем. Я могу на эту тему поговорить, но я это не хотел сейчас. Но проблема в том, что вот эта вот традиция, она утрачена. То есть мы уже все пришли из города, там два-три поколения в городе, традиция утрачена. Мы пришли из городов, мы выросли не в одной деревне, да, все. В одних вот условиях, в одних понятиях, мы выросли в разных семьях, в разных городах, в разных слоях общества, пришли сюда. И ещё, так сказать, вся современная цивилизация, она ещё работает на то, чтобы наше эго раздувать. Вот вся современная культура, телевидение, там, ну, фильмы, и всё-всё-всё, оно как бы работает на то, чтобы эго человеческое выросло. А мне кажется… Ну, ладно, такая тема. Поэтому… Нам трудно. Поэтому в современном мире улаживание конфликтов происходит с помощью административно-командной системы. То есть эта административно-командная система, она в городе есть везде, там, в современной цивилизации. Это на работе, там, не знаю, в школе, там, на предприятии, везде. То есть есть пирамида власти. И сколько я там разговаривал со многими предпринимателями, ну, у них главная задача – это вот не допустить, чтобы в коллективе были какие-то конфликты, группировки и всё такое, они с этим работают. Но они работают с помощью административно-командной системы. И это, ну, это понятно, как действует. Есть начальник, который там может кого-то уволить, наказать и всё такое. Когда мы собираемся в эко-поселение или в поселение родовых поместьй, ну, мы, во-первых, утратили традицию, и, во-вторых, мы не хотим выстраивать административно-командную систему. Сознательно мы хотим от неё отказаться, правильно? И поэтому у нас не получается улаживать конфликты. Конфликты, которые происходят, они накапливаются, 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 застаревают. И в результате вот получается общество, где, ну, как бы, уже очень большой накопленный груз. Да, этих конфликтов. Что с этим делать? Наверное, это только, ну, наличие доброй воли. Вот. Есть коллектив, который, людей, которые говорят, вот наша добрая воля такая, мы хотим, значит, научиться улаживать конфликты. Вот какой-то коллектив. И этот коллектив начинает с этим работать. А механизмов по улаживанию конфликтов накоплено очень много. То есть в мире там десятки тысяч разных коммун, общин, экопоселений, которые с этим много лет работают, и накопили разные там методики. Это и круги, там, это и стульчики мудрости, это разного рода форумы. Это какие-то, ну, в общем, вот, душевные там беседы, все что угодно. Влачный бой. Влачный бой, да. Влачный бой, да. Влачный бой, да. Влачный бой, да. Традиция. То есть, традиция там, и, ну, конечно, есть традиции, да, что там можно брать, но они и берут из традиций наверняка тоже. И, конечно, если мы хотим, действительно есть коллектив, который вот своей доброй волей говорит, мы хотим научиться улаживать конфликты, а улаживать их нужно постоянно. То есть вот те действующие сообщества в мире, успешные действующие сообщества, которые долго живут вместе и эффективно действуют, они занимаются улаживанием конфликтов каждый день. То есть каждый день там вечером собираются и разбирают все там, кто в течение дня на колокоса посмотрел, кто что-то не то сказал там, ну, то есть все разбирают. И это очень легко делается. Потому что на самом деле почты для подписки-то никакой нет. То есть два человека могут спокойно это все разобрать, и дальше оно не будет развиваться. Ну, у меня здесь просто случай, когда человек там говорит, а помнишь, ты десять лет сказал то-то и то-то, вот у меня до сих пор в голове крутится. Ну вот, поэтому добрая воля коллектива. это вот, ну, самая сложная тема. Давайте вот дальше пойдем. Значит, пятое, потому что вот я больше чем уверен, и это наш опыт, да, вообще, и другой опыт, что вот как только людям удается собраться вот и как-то вот сплотиться как единое целое, то очень большие дела можно делать во мне и внутри. Ну вот это, например. Пятое образование. Ну, очень важно во всех там наших поселениях, да, и эко-поселениях, поселениях родовых поместьй устраивать образование для детей. Это и какого-то рода детские садики, это обязательно школа, обучение, и желательно еще и высшее образование давать. И вот это вот образование, его нужно было вообще на первое место поставить. Но я его поставил сюда, потому что оно связано вот с этой темой очень сильно. То есть нам трудно выстроить образование в поселение, если у нас конфликты. Вот. А так-то по важности это, наверное, самое важное. То есть можно научиться там строить там дома и все такое. Вот. И на образование нужно выделять просто отдельный ресурс. Вот. Из экономики брать там, не знаю, десять процентов или двадцать процентов, просто вот направлять на образование. На строительство там, на оплату педагогов там, или еще на что-то. Просто вот не делать образование вот, ну, по ходу дела там. Ну, как-то оно сложится, а просто у него ресурс какой-то направлять. Это вот очень важно. Ну, об этом все вот здесь будет говориться. И, наверное, вот шестое, а может быть еще даже стюрьмой что-то родится. Вот. Шестое – это то, что поселения родовых поместьй или какие-то сельские общины или все что угодно, ну, мы говорим о поселениях родовых поместьй, они, с моей точки зрения, должны стать эко-поселением. «Хотя они не все этого хотят, но мне кажется, что это обязательно». Почему? Потому что, ну, вернее, что такое эко-поселение? Это, ну, во-первых, экологические технологии, во-вторых, осознанный минимализм и, в-третьих, это кооперация между людьми. То есть, там, единый какой-то автопар, там, вместо десяти машин одна, да, может быть, там, один, там, трактор или мотоблок вместо десяти на каждом участке. Ну, какие-то общие поездки, там, та же школа. Вот, и вот, ну, вот этот вот эко-поселение, то есть, эко-минимализм, осознанность, кооперация, экологичность, на самом деле, они способны освободить огромный ресурс, энергетический и денежный, ну, вот, ресурс для того, чтобы вкладывать и в образование, там, и во все остальное. Ну, вот, вот, как бы так. Опять же, это связано, конечно, все с умением договариваться жить вместе. Ну, можно еще седьмой, а сегодня мне уже как-то родилось, но это ладно, это такая маленькая добавка. Поселение должно жить, должно, ну, культура, да, можно сказать. В общем, должно быть радостно. То есть, нужно делать так, чтобы было классно, весело, радостно, здорово. Праздники, культура, песни. Вилхам простроился тоже, как бы, на первое место, конечно, что-то. Слышен, да? Слышен, да. Слышен, да? Слышен. Ну, ладно. Это все вот круто. Опять же, я говорю, вот, моя точка зрения личная, вот, можно сейчас об этом поговорить, что нужно делать в поселениях родовых поместьй, чтобы мы двигались, развивались. Дальше. Как это делать? Я не знаю. Это сложно. Ну, я действительно не знаю. Наверное, если есть вот обычная там картина, которых очень много, я надеюсь, что это не в тех поселениях, откуда мы приехали, что там, допустим, сто участков там выделенных, там в собственности дома построены, а люди живут, четыре семьи зимуют на четырех участках, да, вот так вот, а остальные все приезжают на лето или приезжают редко. Ну, конечно, этим четырем людям трудно вот это вот все сделать через четыре семьи. У нас очень легко, когда их молочи легко. Коллективную мысль включают и по одному начинают притягивать к себе. Ну, да. Я согласен, согласен. Значит, вот, ну да, вот этим четырем тогда нужно создавать какое-то вот такое ядро, ядро роста. Ну, просто, знаете, ну вот по опыту вот нашего поселения, конечно, чем больше людей, тем проще жить. То есть тем, потому что ведь надо же много чего решать, надо и дороги от снега чистить, и построить эти дороги, электрично подвезти, и чтобы учителя были, и чтобы механики были, или чтобы были столяра, строители и все такое прочее. Если это четыре семьи, то это вот так. Нет, вы знаете, есть, бывают вот такие случаи, но вот вот эти люди, которые вот так вот живут, ну, как, вот я таких людей встречаюсь, умерщаюсь, но это герои. То есть есть такие герои, которые так живут. Ну, вот недавно с одним человеком общался, из Мироза уже стали поприять. Они все там, и детей, значит, родили, и ветряки там он построил, и дома строят, и колодцы копают, и общий дом строят для поселения один, вот. И, в общем, все там делают, ну, героическая личность. Ну, они там два-три раза в неделю берут своих детей, везут Сергия в посад, по всем кружкам, в школу и там все остальное. Пока еще дети маленькие, потом школа начнется, не ясно, чем это. И никаких конфликтов. Ну, да, они смирились, они говорят, что, ну, да, ну, там, там больше ста участков, вот одного до двенадцати гектаров, размер каждого участка, это Мироза Русселя. Ну, вот так вот. Они говорят, ну, ладно, сейчас есть, одеваться некуда. Вот, то есть, да. Но, наверное, действительно ответ такой, что вот людям, которые это осознали в поселении, вот консолидироваться на основе доброй воли и пытаться, стараться вот это вот все выстраивать, а потом дальше уже люди, так сказать, видя, ощущают, вот, за что подтягиваются. Наверное, так. Либо, если создаются какие-то новые поселения, там, родовых поместья или какие-то другие, то просто сразу это все учитывать и, так сказать, закладывать в, ну, закладывать в какую-то структуру. Вот. Сколько времени? А, я все рассказал. Ну, если интересно, ну, наверное, интересно, давайте вот там, может. Да. Да. Какой-то.